Мы с вами много говорим о сервисе и часто нас спрашивают такой момент, вот да, турфирмы стараются, гиды, водители стараются, а вот мы едем и вдоль трасс даже нету элементарно тут хороших туалетов. Пользуясь случаем, хочу рассказать хорошую новость. В этой весной мы планируем сделать пробный вид туалетов. Мы встречались с Акджолом, представителем Крыгызской диаспоры в Москве и Московской области, и они заявили желание помочь для развития туризма в Кыргызстане, да и общего уровня жизни сделать первый подарочный туалет. Но в чем будет диковинка, расскажу сразу, потому что он касается вас, гида, водителя, напрямую, и ваше участие будет очень важно. Мы закажем весною, когда будет тепло, один мобильный туалет, который будет сделан в Бишкеке, и потом от имени диаспоры они выберут к семью, допустим, на южном берегу Иссыкуля, там, где нет ресторанов, кафе, сходить в туалет, выберут семью или малоимущую, может многодетную, может быть вдов, то есть кому реально нужна помощь, и сделают этот туалет в подарок. Мы придем в Бишкек, установим во дворе, чтобы, знаете, да, что если оставить туалет на улице, то, к сожалению, как показывает практика, его очень быстро, мягко говоря, приведут в негодность, плюс нужен уход постоянный, а если будет туалет находиться во дворе частного дома вдоль трассы, тогда по звонку, когда вы гиды, водители везете, будет большая вывеска туалет, мы дадим всем координаты, GPS, адрес, все-все-все, телефоны, вы сможете становить туристов и завести в шикарный туалет, они будут сделаны перебором, то есть там будут красивые стены, люстры, играть музыка, сенсорные экранники, красивые унитазы, полы теплые будут. Плюс такого туалета, во-первых, что он идет в подарок от людей, которые хотят помочь Кыргызстану, потому что если строить самому за свой счет, этому хозяину дома, то купать он будет очень много лет, и это невыгодно, и мы еще десятки лет будем без туалетов. А если это будет в подарок какой-то семье, и все, что от них нужно будет, брать оплату за туалет и всегда контролировать, чтобы была бумага, уборка, чистота, и от их дома подведен свет и вырыта яма, чтобы потом машиной ассоциаторской вывозить, тогда затраты получаются минимальные для содержания, и мы попросим прям по договору, чтобы хозяева были в дресс-коде, чтобы зашел человек в туалет, стоял рядом уборщицу, которую они пригласят, или сами, или кого-то из села, вышел человек, он видит, что за ним задает следующий человек, уберется, заходит следующий клиент, тогда они не будут пачкать, не будут воровать бумагу, там, освежитель воздуха и так далее, и так далее, будут знать, что кто-то контролирует. Заходит человек, выходит чистенько, заходит следующий, 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 если мы сделаем даже 20 оплату за туалет, приедет одна группа 10 человек, 200 сом оставит семье, за день приедет таких 10 групп, у них будет 2000 сомов, на 30 дней это 60 тысяч сомов, им очень хороший заработок, все, что нужно от них, уборка, бумага, платить за цвет, и раз в месяц вывести нечистоты на машине, и все. И по этому образу и подобию наша цель с этой диаспорой, мы пустим клич по всем остальным селам, и кто захочет, допустим, для своего села сделать подарок, или какие-то бизнесмены захотят от своего проекта, своей компании сделать подарок, мы начнем по образу и подобию этих туалетов ставить туалеты по всей стране. Один поставим здесь, один в Омском ущелье, один на Южную трассу, один в сторону Нарына, но все они будут находиться в частной территории, когда вы подъезжаете, звоните в дверь, и вам открывают и запускают внутрь. Тогда мы надеемся, что от нас мы сможем помочь, и такую огромную проблему сделать даже в плюс стране, потому что, можешь представить реакцию туристов, когда они едут по обездной дороге, зайдут в лакшери туалеты, которые у них в Европе нету, нафоткаются, и потом, вы даже представляете, я был в Кыргызстане, тут дикое ущелье, почти никого нету, одно маленькое село, и вот такие туалеты для нас, туристов, сделаны. И мы надеемся, что это пойдет волной, начнем тягаться, в каком селе лучше туалет, в каком регионе лучше туалет, и сделаем из этого минуса огромный плюс для страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова